В поселениях района продолжаются отчетные сессии советов, на которых главы сельских администраций отчитываются перед депутатами и жителями о проделанной работе в 2018 году. Об итогах работы целинного сельского поселения смотрите в первом материале выпуска. В состав целинного сельского поселения входит один населенный пункт – поселок Целиной, в котором проживает около двух тысяч человек. Благодаря своей компактности в поселке все находится в шаговой доступности – школа, детский садик, детская школа искусств, врачебная амбулатория, почта, дом культуры. Местная администрация и население работают в тесном сотрудничестве. Совместными усилиями поселок благоустраивается и хорошеет на глазах. Строится храм. При поддержке районной администрации возводится памятник солдатам 58-й армии, который планируется открыть к 9 мая. Ремонтируются дороги и тротуары. Решаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Вот у нас был вопрос по водоочистке воды. У нас очень плохая в поселке вода. Поставлена водоочистка. У нас даже две водоочистки поставлены теперь в поселке. Дороги делаются, знаки установлены. Что еще? Ну и вообще сам по себе поселок стал уютней, как-то повеселей. Более детально о работе администрации по итогам прошлого года на открытой сессии совета доложила глава целинного сельского поселения Ирина Пижанова. В 2018 году администрация участвовала в краевой цивилизовой программе за капитальный ремонт автомобильных город местного значения Краснодарского края. Отремонтирован 1 километр, 186 метров асфальтно-бетонного покрытия по улице Зеленой, Старительной и Молодежной. Работы выполнены на сумму 5 миллионов 223 тысячи рублей. При влечном средстве из краевого бюджета 4 миллиона 961 тысячи, средства поселения 262 тысячи рублей. За счет собственных средств выполнена дорожная разметка на сумму 99 тысяч рублей. Установка света коробки Т-7 возле школы номер 27 на сумму 84 тысячи рублей. Установка дорожных драмов на сумму 108 тысяч. На коммунальное хозяйство и благоустройство было израсходовано более 1 миллиона 700 тысяч рублей. На эти средства ремонтировалось уличное освещение, содержались предприятия ЖКХ и водоочистки. Было приобретено два насоса, а также проводились работы по скосу сорно-растительности, высадке цветов, ремонту детских площадок и покраске остановочных павильонов. Важным моментом в работе администрации является работа с обращениями граждан. За отчетный период в администрацию поселения поступило 97 письменных заявлений, из них 58 удовлетворены, по 39 получены разъяснения. Основным трудом заявления занимают вопросы злогоустройства. Например, такие. Подсыпка контейнерных площадок. Администрация муниципального образования Санинский район оказала помощь в делении щебня для подсыпки их. Подсыпка, ракушка территории многоквартирных домов по заявкам до пола. Совместно с жителями улицы Молодежной выполнено освещение по этой улице. Решение вопроса освещения улицы 79 октября включено в план мероприятия на 3 квартал 2019 года за счет средств дорожного фонда. Это который вопрос состоится у нас на контроле. И второй контрольный вопрос о сфортировании проезда многоквартирного дома номер 22 по улице Зеленая Плюща в план мероприятия на 2022 год. В ходе открытой сессии перед жителями с отчетом выступил и участковый полномоченный полиции, который рассказал о профилактических операциях, проводимых в районе, а также доложил об оперативной обстановке, сложившейся на территории поселения. За отчетный период времени на обслуженной территории зарегистрировано 9 преступлений. 7 из них распрыты. Увторяем по полученной полиции. Также было присущено 8 административных правонарушений. В течение 2018 года по месту жительства примерно проверено 32 оружейника. На постоянной основе проводится профилактическая доработка с лицами, состоящими на профилактических учетах. Заслушав доклады выступающих, депутаты сельского совета вынесли решение. Деятельность администрации и главы целинного сельского поселения в 2018 году признать удовлетворительной. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».